Приветствую вас, и вам вашего ребенка нужно хвалить, желательно как можно чаще и желательно просто так. Вам важно помочь ребенку сейчас соотнести себя с какой-либо группой. Социальной, музыкальной, идейной и так далее. То есть, чтобы у ребенка был некий такой ориентир. Для подросткового возраста очень важно привязанность к определенной группе. Это первое. Второе. Как можно меньше своему ребенку помогать. То есть, давать ребенку больше свободы, меньше о нем беспокоиться, больше позволять ей делать все вещи домой. То есть, просто отправлять ее наедине с собой. Наедине с проблемой. Ну, например, например, значит, нужно что-то купить. Пусть я сама и покупаю. Она говорит, я хочу там то-то, то-то, то-то. Пусть идет и сама покупает. И вот так, постепенно-постепенно, вы будете приучать ее коммуникации. Можно ходить с ней куда-нибудь. Ну, в какое-нибудь людное место, например. И оставлять ее там. Просто оставить ее там. Пусть общается. Пусть взаимодействует. И так далее. Знаете, проблема самооценки, это то, что вы ей внушали. Это то, что вы ей дали. Я понимаю, Таня, вам это будет неприятно, но тем не менее. То, что у девочки занятие самооценка, это следствие вашего отношения к ней. Нужно проанализировать ваши отношения к ней. Нужно проанализировать, как относится ваш муж или отец ребенка к вам. Как вы воспринимаете себя, нет ли у вас проблем с самооценкой, не подавляете ли вы ее, не подавляет ли ее кто-нибудь из ваших родных. Вот. Это вот тоже такой очень важный момент. То есть, ребенка нужно учить самостоятельно. Сейчас для этого самое время. Это будет трудно, это будет больно, возможно, но без этого никак. И обязательно детскому психологу ее стоит отказать. Обязательно на прием детскому психологу. Можно даже через наш сайт очно. По видеосвязи, договориться с вами и потом с ней. Это можно сделать. Следует также понять, что девочке сейчас, ну, не друг. Не родитесь. Не наставник. Друг. Представляете стать для девочки другом. Психолог для нее может стать другом, если вы будете направлять ее к нему, к нему. Если не будете, то вам нужно стать для нее другом. Друг – это тот, кому доверяют. Друг – это тот, кто разделяет взгляд. Друг – это тот, кто интересуется тем, что интересует ребенка. Вы готовы интересоваться на ее жизни? Вы готовы расспрашивать? Что ей интересно? Вы готовы вникать? Не направлять, не получать, а одобрять. Поддерживать и помогать. Если да, делайте это. Если нет, или если доверия между вами немного, детский психолог – лучший вариант. А вам обязательно самой к психологу для понимания того, что именно в вашем отношении провоцировало у дочери такое восприятие себя. Еще можно все поправить, но времени осталось не так много, то есть, чем больше вы с этим будете тянуть, тем тяжелее это будет отправляться. Ребенку еще жить, и жить самостоятельно. На этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удержи. Субтитры сделал DimaTorzok